Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшнего занятия – «Жизнь замечательных людей. Выражение временных отношений». Значит, лексическая часть у нас – «Жизнь замечательных людей», а грамматическая часть – темы выражения временных отношений. Временные отношения. Выражение временных отношений в простом предложении. Временные отношения в простом предложении могут быть выражены различными способами. Одни временные конструкции указывают календарное время, например, в 2020 году, или время на часах в 5 часов. Другие обозначают время через какое-либо значительное событие, до экзамена, во время экзамена, после экзамена. Это обозначающее время определенное. Вот наиболее типичные способы выражения временных отношений, предоставляю для вас. Например, Андрей родился 12 мая 1994 года. Здесь указывается календарное время. Теперь часовое время. Врач принимает по понедельникам, среда и пятницам с 2 до 6. Теперь указывающее предложение на определенное время. Всю жизнь учитель воспитывал молодежь. Вечером он долго не мог уснуть. Теперь можно составить диалог на выражение временных отношений, на тему, что делал вчера вечером. Вчера вечером я делал или сделал домашнее задание. Вы должны здесь выбрать правильный ответ, вариант ответа, вернее. Какое домашнее задание ты делал? Сначала я читал или прочитал новый текст. Потом учил или же выучил новый диалог. За сколько времени ты читал и прочитал этот текст? Выберите здесь правильный ответ, вариант ответа. Я читал или же прочитал этот текст за три часа. Сколько времени ты учил или же выучил этот диалог? Этот диалог учил или же выучил за час? Выберем правильный ответ, вариант ответа. За какое время ты читал или же за какое время ты читал или же прочитал этот текст? Я этот текст прочитал за три часа. Или же читал текст за три часа? За какое время ты учил или же выучил этот диалог? Я этот диалог выучил или же выучил этот диалог? За какое время ты учил или же выучил этот диалог? Я учил или же выучил этот диалог за час? Теперь следующий диалог тоже на временные отношения, указывающие на время во всех вопросах и ответах. Когда вы учитесь? Тема диалога. Когда вы учитесь в университете? В университете я учусь каждый день. В какое время вы учите русский язык? В среду и в субботу. А английский? В понедельник и в пятницу. Когда у вас начинаются занятия русского языка? В среду днём в три часа, а в субботу в двенадцать. Сколько времени продолжается одно занятие? Одно занятие продолжается два часа. Теперь вы можете сравнить способы выражения временных отношений в простом и сложном предложениях. Простое предложение. Примеры. Во время дождя мы сидели дома. Это у нас простое предложение. Теперь сложное предложение. Сложное предложение. Пока шёл дождь, мы сидели дома. Или же. Когда шёл дождь, мы сидели дома. То есть тоже временные отношения в сложном предложении. Во время разговора взрослых мальчик не сказал ни слова. Теперь сложная часть, сложное предложение временных отношений. Из простого мы изменяем уже в сложное предложение. С помощью союза «пока», «когда», «в то время» мы используем союзные слова. Пока взрослые разговаривали, мальчик не сказал ни слова. Это один вариант. Второй вариант в сложном предложении. В то время, как взрослые разговаривали, мальчик не сказал ни слова. Из одного простого предложения мы смогли сделать две сложные предложения временных отношений. Теперь мы перейдем к лексической части нашей темы. Сперва поработаем над словарной работой. Посмотрите. Знаете ли вы значение следующих слов? Псевтоним. Лакап. Нужда. Жарлылык. Жокшылык. Разоблачение. Ашкаралау. Айбан ашу. Обличитель. Ашкаралауше. Мужество. Ерлик. Батырлык. Ежреклик. Угнетение. Зломлык. Ету. Азап. Перу. Эти слова встречаются в тексте у нас. Текст называется Бертах. Следующая словарная работа. Гармоничный. Сайкислык. Доблист. Гайрат. Хахрамаллык. Наездник. Шабандос. Встремление. Унтлу. Жигер. Жигер-салум. Тарсул. Обладатель. Е. Елик. Етуще. Столетие. Асер. Титул. Атак. Ведома. Белглэ. Храбры. Батыр. Мәрт. Основной. Тикаргы. Прозорливы. Алдын. Алаблетуға. Был жаушы. Бердах. 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 Живя во мрачное время, Бердах верил, что люди, только объединившись, смог добиться свободы. Поэт призывал к единению людей и служению их простому народу. Он писал в своих стихах «Друг руку другу протяни, сильны мы, если не одни, настанут радостные дни, царям зайдет когда-нибудь». В стихотворениях «Моя жизнь не знаю, не было, налог» в этом году убедительно показано угнетенное и бесправное положение народа. С особой силой тема социальной несправедливости и про обощение народа прозвучало в стихотворении «Налог». В нашей юрте, проснувшиеся на рассвете, просят хлеба и плачут дети. Сердце жгут безответные жалобы эти. Сердце жгут безответные жалобы эти. Душат в бедных железных объятиях налог. Бердах не ограничивается изображением тяжелой жизни народа. Его страдания, но и открыто осуждает бесправие и угнетение. В произведениях, кажется, лучшие не нужны. И у других звучит призыв к борьбе, к поиску лидеров, готовых возглавить народ в борьбе за свободу. Друзья-борцы, что за свободу, готовы и в огонь, и в воду. Обращаясь к исторической теме в поэмах Амангельде, Ирназарби и других, Бердах воспевает народных вожаков, возглавивших народ против ханов. Патриотическим духом пронизано, стихотворения мне нужны. Кто сеет хлеб и воду ищет, кто с бедняками делит пищу, кто помогает людям нищим, такие людям не нужны. Борцы, насупившие брови с оружием правым наготове, те, что пожелают крови, в борьбе за счастье не нужны. Бердах даже до 1900 года. Каркалпакский народ бережно хранит в памяти притворение своего великого певца и выразителя дум и надежд на лучшее будущее. Его произведения вошли в Золотой фонд национальной культуры и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие каркалпакской литературы. Его стихотворение «Когда-нибудь», переведенное из каркалпакского языка. Я прочитаю вам стихотворение «Когда-нибудь». Наш черный век, проклятый век, в грязи достойный человек, но счастье из-за дальних рек и к нам придет когда-нибудь. Меня ни бай, ни аксакал, за человека не считал. На все, что в жизни я познал, то свет пройдет когда-нибудь. Вам говорит беда мурат, что нас окутал смрад львчат, живой тому, что жив не рад, сюда пройдет когда-нибудь. Народ мой, ты сожжен судьбой, и горе хлеб насущный твой. Зайдет ли солнце над тобой, о мой народ, когда-нибудь? Бедняк, с тобой беда всегда, ты все бедешь, она туда. Поверить трудно, что беда от нас уйдет когда-нибудь. Друг, руку другу протяни, сильны мы, если не одни. Вождь, верный путь скорее найди, заряд зайдет когда-нибудь. Наш век для бедняка тюрьма, искал я света, всюду тьма. Или мало у меня ума, то свет зажжет когда-нибудь. Во имя Родины, мой друг, трудись не покладая рук, и счастье не сейчас, не вдруг, но все же придет когда-нибудь. Вот, предоставила я вам стихотворение когда-нибудь. Для вас такое задание – прочитать дома текст Бердах, пересказ текста на русском языке, и можете перевести на родной каркалпакский язык. Второе – выучить наизусть стихотворение когда-нибудь Бердаха. И написать, записывать словарную работу и выучить новые слова. Субтитры создавал DimaTorzok